Наряду с этим в яичниках девушки происходят невидимые глазу, но очень важные процессы, которые постепенно приближают ее к новому жизненному этапу – появлению менструации. Именно в яичниках вырабатываются половые гормоны. И именно в яичниках созревают уникальные женские половые клетки, которые при взаимодействии с мужскими половыми клетками создают новую жизнь. Уже к моменту рождения девочки яичники содержат около 2 миллионов яйцеклеток, заключенных в микроскопические пузырьки – фолликулы. Представим себе, да вот хотя бы, огромную яблонь, на которой выросло 2 миллиона яблок. В течение первых лет жизни большинство фолликулов с яйцеклетками погибают. И к 12-13 годам их остается около 300 тысяч. В последующие 30-35 лет жизни женщины погибнет еще 99,9% яйцеклеток. А оставшиеся – это всего лишь 0,1% яйцеклеток – могут быть оплодотворены и дать начало новой жизни. Когда увеличивается выработка гормонов, в яичниках начинает активно развиваться группа фолликулов. За 8-9 дней среди них выделяется самый большой лидирующий фолликул. Он продолжает расти, подавляя развитие других. Именно в нем находится яйцеклетка, которой, возможно, предстоит стать источником потомства. Примерно на 14-й день происходит разрыв фолликула. Яйцеклетка освобождается из заточения и попадает в брюшную полость. Этот феномен получил название овуляция. С этого момента яйцеклетка становится доступной для оплодотворения. Чтобы яйцеклетка не затерялась, ее тут же подхватывают ворсинки одной из маточных труб. Мельчайшее сокращение у стенок движения находящихся в трубе микроворсинок обеспечивает медленное продвижение яйцеклетки по трубе. Если оплодотворение не происходит, яйцеклетка попадает в полость матки и там растворяется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова